Рассмотрим теперь эти две идеи. Первое, что вещи во Вселенной, в общем, соответствуют тому, как они говорят с точки зрения мира в целом. Они полагаются на свои причины и полагаются на сравнение одного с другим. Второе, что они возникают внезапно, продукты не более чем мысленных образов и названий. Эти две идеи никогда не смогли бы сойтись и действовать совместно в отношении ни одного объекта в мире. Если, размышляя таким образом, мы приближаемся к точке зрения, что вещи существуют на самом деле, сами по себе, мы должны были бы утверждать, что не было ни одной вещи во всей этой Вселенной, которая зависела бы от условий. И тогда нам пришлось бы идти дальше и сказать, что ничего не существовало вообще. Класс! Очень сложно читать это, извините. Сложные слова и идеи. Но Панчин Лама говорит... Давайте возьмем эти две идеи. Эти два подхода к миру. Какой первый подход? Ну, предположим, что то, как говорят люди, — это правильный путь восприятия. То, что они пишут в интернете, например, что вы читаете в новостях, — это все верно. И причина, по которой все происходит, — ну, есть экономические причины, политические причины, проблемы здравоохранения в мире. И все эти события, все эти силы во всем мире — политические, экономические, здоровье. Все это движет вещами. Все эти силы создают события. И не только это. Но и счастье само по себе — очень относительная вещь. Если вы заперты в доме в течение года из-за какого-то вируса, то становится настолько классным и приключенческим просто пойти в кофейню в Сидоне. В интернете написано, что кофейня закрывается в пять, а на самом деле они закрываются в час, а на прошлой неделе они закрывались вообще в полдень. Но все относительно. То ли вы весь день сидите заточенные в доме, то ли вы идете в кофейню, которая закрывается в полдень. Все равно очень классно и увлекательно пойти, даже если и до полудня. Все относительно. И мир утверждает. Есть две возможности. Возможность номер один. Интернет, новости, политики. Все говорят, что есть силы в мире, экономические, политические, проблемы здравоохранения. Все происходит из-за них, из-за этих вещей. И если вы чувствуете себя счастливым, ну, это просто потому, что вы сравниваете состояние, например, до... Например, до ковид. Кофейня в Сидоне — это одно из самых скучных мест в мире. Но после ковид. Кажется, что это прямо Эльдорадо. Но все основано на сравнении. Именно так нам утверждает и заявляет мир. Это первая возможность. А какая же вторая возможность? Вещи просто случаются. Все просто происходит. Картинки всплывают из ваших кармических семян. Именно так все происходит. Забудьте об экономике, забудьте о политике, забудьте о здравоохранении. Вообще нет в мире никаких сил, которые движут все и создают счастье или грусть, или собирают большие группы людей. Ничего этого не существует вообще. Вторая возможность — это то, что все, что мы видим, даже какие-то масштабные вещи, например, страны, что с ними происходит, все происходит из моих личных семян. Я вижу то, что я вижу. Я вижу мир, который я вижу, потому что картинки из моего ума раскрываются. Ну, давайте вот возьмем. У меня есть приятный арбузный сок. Кто-то из моих друзей приготовил его. Кристина Кашика, например. Она отправилась в магазин, купила арбуз и принесла его в колледж. Я его взял домой и сделал фреш. Вот так происходит сок арбузный. Это первый взгляд. А второй взгляд — я поделился едой. Я поделился изобилием своей страны с бедной страной. Я помог людям в бедной стране. Я строил дома во Вьетнаме для бедных жителей. Я помогал проектам Джона Брейди, давал работу бедным людям по всему миру, чтобы они набирали древние книги. И я положил семена в свой ум, семена фреша. И неожиданно они раскрылись этим утром. И вот мой стакан наполнился арбузным соком. Я могу его пить. И здесь, говорит он, предположим, что сок, он просто раз и неожиданно возник из ниоткуда. Как? Слушай, мы не сеяли арбузы. Кристина елся, утпала. Никто не приносил арбузы. Все были дома. Я не так получил арбуз. Он просто выскочил из моих семян. И также здесь говорится о названиях. А Гешила, а какова роль названий? Я понимаю, когда ты преподаешь, когда вы преподаете о семенах, которые раскрываются в уме. Я понимаю, что вы говорите о семенах, которые раскрываются, и появляется картинка из них. И картинка касается цветов, форм. и картинка делает так, что сок выглядит красным. Я это понимаю. Но почему вы здесь еще упоминаете названия? Почему вы говорите изображение и название? И здесь немножко это запутано. Это не то, чтобы слова возникали у вас в уме и создавали какие-то вещи. В высшем срединном пути и, кстати, этот Панчин Лама, он супер-пупер высший срединный путь. И эта книга, она самая прекрасная в высшем срединном пути. Гешила. Почему говорится здесь о названиях? Я понимаю образы, но нам на самом деле нужны названия. Если семя раскрывается у меня в уме, от того, что я помогал бедным людям по всему миру. И тогда картинка возникает из этого семени и покрывает стакан и создает стакан с арбузным соком. Почему нам еще нужно название? Почему вы продолжаете говорить в высшем срединном пути? почему они утверждают и повторяют название, название? Название — это просто еще одно слово для обозначения картинок. Это как бы их прозвище такое. Вещи не происходят из названий. Название — это образы. Это не звук названия. И это не написание этого названия, то, что создает мир. Когда мы в серединном пути, и серединный путь утверждает, что что-то существует только в названии, это означает, что вещи происходят от изображений в вашем уме. Это его такой псевдоним для изображения. Поэтому мои семена сегодня раскрываются. Маленькие картинки выпрыгивают и создают вещество красного цвета у меня в стакане. И когда я говорю с суннамом или с кем-то еще, они спрашивают, «Гешила, что в стакане?» Тогда я не хочу говорить с суннамом. у меня ментальное изображение красной жидкости. Я использую короткое название, использую псевдоним. Я говорю, это сок арбуза. И если суннам продвинута монахиня в буддизме, то она говорит, «А, ну, значит, это у вас картинки из ума раскрываются, которые со вкусом арбузного сока». И будет звучать странно, если она спросит, «Что вы пьете?» Я скажу, «Я пью картинку красной сладкой жидкости, которая раскрывается из моих семян». Поэтому мы используем слова для того, чтобы говорить об образах, о картинках, а потом происходит красное. Мы забываем, что это прозвище, и мы думаем, что это истина, что они настоящие. Враг, враг, нападай, ненавидь. Мы используем название, и мы начинаем забывать, что за названием есть картинка, и мы начинаем верить в название. И тогда мы называем людей разными именами. А ты глупый, я тебе не нравлюсь. И тогда мы застреем, запутываемся в этих именах. Так. А потом он говорит, слушай. И кстати, кто это говорит? Кто этот он или она? Ангел. Да. Эти два дня нам очень повезло, потому ангел говорит два дня. И кстати, я проверял, можем ли мы пригласить дьявола обратно, чтобы он тоже что-то сказал. Но кажется, занят, кажется, занят телефоном или чем-то еще, и в этом разделе он не особо высказывается. Но в следующий раз мы обязательно его пригласим. И мы попытаемся сделать такую дискуссию ангела и дьявола, дебаты раз в несколько месяцев. И это очень хорошая практика для нас всех. И потом ангел говорит, слушай, то ли мир является результатом больших экономических, политических внешних сил, или вещи просто выскакивают из семян в вашем уме. Это или так, или иначе. В американском английском они говорят, нельзя, чтобы было одновременно и то, и другое, надо выбрать. Только один вариант возможен. то ли правда, что большие политические силы всем заправляют, то ли картинки выпрыгивают у вас из ума. Зависит от того, как вы обращались с людьми в прошлом месяце или в прошлом году. Понятно? Но ангел говорит, нельзя, это не может быть два способа одновременно. И мы говорим не только обо всем мире, мы говорим о вашем мизинце или о кончике носа, обо всем, это касается всего. Я говорю о линиях на экране, которые вы видите в этом зум-звонке. То ли все происходит из вашего ума или нет, вы решаете. Хорошо, продолжаем. И если вы решаете, что есть атом в вашей жизни, который не является вашей виной, если вы решаете, что в вашей жизни есть один атом, к которому вы не имеете отношения, тогда ничего не происходит из причин. Если один человек в мире, кто не происходит из вас, тогда ничто не происходит из вас. если ничто не происходит из вас, и мы идем дальше, тогда вам придется сказать, ничто не существует. Выберите, сделайте свой выбор. Все, что происходит с вами, происходит от того, как вы обращались с другими людьми. или ничто из того, что происходит с вами, не зависит от того, как вы обращались с другими людьми. Вы не можете выбрать и то, и другое. Если вы решаете, что все, что происходит с вами, это не ваша вина, тогда вообще ничего не существует в мире, во всей вселенной. Понятно? Фух! Так, Тим, выбираем следующую жертву. Я бы хотел кого-то пригласить из Вьетнама. Пожалуйста, прочтите нам. Теперь моя собственная точка зрения на все это заключается в том, что все, что есть, происходит в результате взаимодействия. Причин и условий и вещей, зависящих от других вещей. Тогда мы можем сказать, что все, что есть, существует. Карма и ее последствия это то, что мы на самом деле проживаем. И если ты продолжишь меня слушать, ты можешь сохранить свои идеи о духовных уровнях и духовных путях. И все три драгоценности в в моем лагере, все они находятся там, в их названиях, но они там только в названиях. И если мы возьмем выражение существовать на самом деле так, как ты хочешь, тогда ничто во Вселенной не может существовать вообще. Здорово, спасибо. Хотелось бы мне уметь говорить по-вьетнамски. Так. Кто-то здесь сказал, хочешь знать мое мнение? Кто говорит? Да, ангел все еще говорит. Хочешь знать, что я думаю? Да, скажи нам, что ты думаешь. все происходит от условий и причин. Все происходит давайте не забывать, никогда не забываем, когда ангел говорит, что вещи происходят из причин и условий. Все это зависимое происхождение. Зависимое происхождение означает быть хорошо обращаться с другими людьми. Давайте не ударяться в философию. Что такое причины и следствия? Что такое зависимое происхождение? Это просто означает, как вы относитесь к другим людям. Вы хороший человек, потому что от этого происходит мир. Забудьте об этих высоких словах. Зависимое происхождение. Это означает, как вы относитесь к другим людям. Хорошо ли вы с ними обращаетесь? Это причина и следствие. И ангел говорит, слушай, я голосую за то, мой голос за то, что это причина и следствие. Все происходит от того, как ты обращался с другими людьми в прошлом. если ты согласен, что все в твоей жизни выпрыгивает, раскрывается из твоих собственных семян, посеянных тобой хорошим или плохим отношением к другим людям. Если ты согласен с этим, тогда все, что существует, существует. Если ты не согласен с с семенами, тогда все, что есть, того нет. Да, это крутой оборот. Если ты веришь в семена, тогда все, что существует, верно, и существует. А если ты не веришь в семена, то все, что существует, не существует. Да, непростая штука. И тут еще говорится что-то очень классное. Она говорит, американский английский это означает, слушай, оставайся, так, слушай меня. Да, будешь со мной, будешь хорошо жить. Не слушай этих всех древних парней. Оставайся со мной. Держись меня. Если ты продолжаешь верить в семена, как я тебе говорю, тогда ты можешь пойти в высокие пути буддизма. Тогда можешь пройти десять уровней бодхисаттвы. Только если ты веришь в семена, ты можешь получить три драгоценности Будду, Дхарму и Сангху. Если ты не веришь в семена, то ты не можешь получить трех драгоценностей. А если не можешь получить трех драгоценностей, то не можешь быть буддистом. Это невозможно. Это в определении буддизма. Только если ты принимаешь семена, только если ты принимаешь идеи ангела, что мир происходит из тебя, тогда ты можешь практиковать буддизм. Но если нет, забудь о буддизме. «Лагерь» означает в американском английском. Если ты согласен с моей позицией, с моим мнением. Если ты согласен с моим мнением. И это все там. Бодхисатва есть? Да. Могу я увидеть пустоту напрямую? Да. Могу я поклоняться Будде, Дхарме и Санке? Да. Как? Только если ты понимаешь, что они происходят из тебя. Если ты понимаешь, что они происходят из твоих семян, тогда можешь практиковать буддизм. Но никакого Будды не существует, которое не происходит из тебя. Нет никаких переводов смешанных орешков, которые не происходят из тебя. Нет мира, нет ACI Санки, которую Тим собрал, которое не происходит из тебя. и нет никаких других попыток. Только то ли вещи на 100% происходят из тебя, то ли на 0% происходят из тебя. Никакого компромисса нет. Нет какого-то соотношения, что они не происходят из тебя. И это означает, что ты не можешь никого ненавидеть, даже на 1%. Все, кто тебя окружает, твоя вина. Все глупые люди вокруг тебя происходят из тебя. Есть в ретритном центре Алмазной горы, есть шутка, что все сотрудники Алмазной горы много ретритов прошли. они очень хорошо научены, обучены и тренированы. И они все понимают, когда ты встречаешь глупого человека, он происходит из тебя. И есть шутка в Алмазной горе. Если человек говорит, если кто-то говорит, не могу поверить, все вокруг такие глупы. и все говорят, да, да, ты прав, ты прав. Это шутка. Это означает, что все происходят из тебя. Если все вокруг глупы, если все в твоей семье вообще ничего не понимают, и ты критикуешь их, то на самом деле ты критикуешь себя. Хорошо. Давайте еще один прочтем, а затем сделаем сессию вопросов и ответов. Хорошо. Сейчас направимся в Южную Африку. Андреас прочитает нам. Вы слышите меня? Да, здравствуйте. Мы извиняюсь, что Бушеп Туфу Итак, ты — тьма, ты — неправильное понимание, и ты утверждаешь, что каждая отдельная вещь существует на самом деле. Ты — это неправильное понимание, которое приводит к идее, что ничто не может существовать даже в названиях. Неправильное понимание неправильного понимания хуже, чем неправильное понимание. Ты — огромная целая планета без какого-либо понимания вообще. Да, это очень депрессивный стих. Спасибо. Здорово прочел. Обычно ангел не говорит каких-то плохих вещей дьяволу. Да, даже когда говорит с дьяволом. Но сейчас она говорит, ангел, она говорит, ну ты — тьма. А тьма означает... У тебя может... Ты можешь владеть целым миром. Успешных экономик. Умных людей. Но если нет в этом мире дхармы, если никто не преподает, даже если у тебя есть технологии, интернет, самолеты, ты можешь отправлять ракеты каждый день на Луну. Но если ты не понимаешь семян, то ты живешь в примитивном обществе. И это очень интересно. Мы говорим, мы не живем в хаосе, мы не бьем друг друга камнями, мы не убиваем каждого, кого можем догнать из-за еды. Мы цивилизованные люди. Мы уже не пещерные люди. Да. И мы продвинутые, мы образованные, у нас есть технологии. Это первое поколение в 50 тысяч лет, когда я могу сделать звонок в Zoom на весь мир. Даже дотянуться до кого-то в Южной Африке, во Вьетнаме и в Германии. Мы все можем встретиться в одном месте, и это невероятный мир. А ангел говорит, нет, это просто тьма. Это даже хуже, чем времена пещерного человека, если нет дхармы. И я очень сильно об этом беспокоюсь. Я на самом деле сильно об этом беспокоюсь. И именно поэтому я продолжаю говорить об этих книгах. Я не пытаюсь их продать, я просто снова и снова повторяю. Я их не продаю. Мир — это темное место. Мир словно пребывает в ночи, живет в ночи. И эта книга, она говорит о семенах, и она подобна Солнцу для этого мира. Обычное Солнце, оно не важно. Встает оно или садится, все равно мир пребывает во тьме. вне зависимости от того, Солнце в зените или оно зашло. А вот это Солнце, это знание, и без него мир — темное местечко. Без него мир в постоянной тьме. Если мы управляем миром, как ты говоришь, если мы осуществляем политику, экономическую деятельность, развиваем науку, то на самом деле мир темен, и все люди слепы. Это постоянная ночь. Люди постоянно наносят друг другу боль и увечь, причиняют боль и увечье. она критикует его. Если мы послушаем тебя, и мы посчитаем, что все происходит от себя, если мы не поверим в то, что все происходит из меня, как в кухне, тогда это действительно темный мир. вне зависимости, есть у тебя интернет или самолет или мобильный телефон или космические корабли. Вы примитивны, и вы убиваете друг друга. Вы пещерные люди, убиваете друг друга камнями и палками. Вы такие же. Хорошо. Тогда, если мы будем слушать тебя, то ничто не может существовать. не просто мир это темное место, и не просто люди наносят друг другу вред. Но если мы следуем твоему образу мышления, то этот мир даже не существует. Это не то, что мир темен или что мир покрыт ночью. Если мы следуем твоей идее, то мир происходит сам по себе, то тогда вообще нет никакого мира, никакой тьмы, вообще ничего нет. И последнее. Самое худшее о вас, господин дьявол, это то, что вы даже не понимаете, как вы неправы, как вы ошибаетесь. Вы даже не понимаете, откуда происходит ваше непонимание в этой вашей системе мировоззрения, товарищ дьявол. вы даже не понимаете, откуда происходит ваше непонимание. Вы не понимаете непонимание. Если я спрошу, эй, а почему вы ручку не поняли 10 лет назад? Почему вы не понимали ручку 20 лет назад? Вы скажете, ну, я не знаю, меня никто не научил. А, и теперь вы не понимаете непонимание. Это не то, что вас никто не научил. Это то, что вы не поделились своим пониманием с другими людьми. поэтому вы никому не рассказали об этом. Вы даже не понимаете, почему вы не понимаете. Вы даже не понимаете, почему вы. И тут она действительно расстраивается и погружается во фрустрацию и говорит, что ты огромная планета, ты весь мир с людьми. 8 миллиардов людей разгуливают по ней. И только несколько тысяч понимают, откуда происходит мир. 8 миллиардов людей разгуливают во тьме. И всего лишь горстка людей понимают ручку. Так что вот это ваша работа, ребята. В каждой стране люди любой страны вам нужно рассказать об истории ручки, поделиться светом. Людям нравится говорить о мужу на кухне. Попробуйте. И это помогает людям. Это делает мир лучшим местом. Если один человек из миллиона понимает, откуда происходит муж, то это меняет мир. это меняет всю расстановку сил в мире. И неожиданно устанавливается мир, появляется честность, прозрачность, счастье. Даже если один человек из миллиона понимает семена, то уже мир меняется. Идеи начинают распространяться дальше, дальше и дальше. Тим, есть ли у тебя для меня вопросы? У нас есть несколько минут. вообще-то у нас еще времени полчаса. Хорошо. Можем вопросы-ответы или можем еще прочесть часть? Да, давайте, давайте. Итак, кто будет сейчас читать? Давайте в Испании кого-то пригласим. Привет, Пия. Микрофон включи, пожалуйста. Привет. Привет. Ты поддерживаешь идею о том, ты поддерживаешь идею о том, что вещи обманчивы. Но смотри, если что-то обманчиво, то у этого тоже есть свои собственные причины и условия. Вместо этого ты продолжаешь утверждать, что вещи могут существовать, не полагаясь ни на что другое. Тогда на самом деле ты говоришь, что не существует такой вещи, как обманчивая реальность. Хорошо. Супер. Спасибо. Давно не виделись. И это идея иллюзии. Можете назвать ее майей. это очень известная идея в буддизме. Они часто говорят об иллюзии. Майя. И не знаю, но это очень такое классное вкусное словечко, оно всем нравится. Но в чем действительно реальная иллюзия? Иногда она называется обманчивой в буддийской философии. Она называется обманчивой. Кто может мне дать тибетское слово? Тим. И что это обманчивая реальность означает? Очень просто. Иллюзия. Что это такое? Что это значит дуалистичная реальность? Что это значит дуалистическое восприятие? Это очень просто на самом деле. Когда вы идете в кухню и муж называет вас глупой, а вы еще даже рта не раскрыли, вы просто зашли. Вы ничего не сказали вообще. Выглядит словно у него был плохой денек и возможно он не выспался прошлой ночью. Может быть застрял в пробке и долго стоял. И вообще у него плохое настроение. Выглядит так, что проблема в плохом настроении мужа. По-английски, когда вы говорите «выглядит так», это обманчиво. И это иллюзия. Выглядит как будто муж сегодня расстроен, потому что что-то пошло не так на работе, может быть босс накричал или что-то подобное. Когда мы говорим «выглядит как будто», то это обманчивая реальность. А в чем же истина Гешила? А истина в том, что на прошлой неделе вы кричали на детей. И вы услышали, как ваш крик выходит изо рта, касается слухового нерва, и вы посеяли у себя отпечаток в уме. Оставили отпечаток. И это стало кармическим семенем. Именно поэтому ваш муж сегодня кричит. Это всегда ваша вина. так что что это за обманчивая реальность. Это означает, что мир вам лжет целый день, постоянно. Мир лжет вам все время. Слушай, тут такая политическая проблема. Ой, эта страна сделала то, а та отреагировала так. Ваааа, да уж. А на самом деле это то, что вы к кому-то плохо относились, вы разделяли других людей. Потому что вы видите, как теперь страны враждуют друг с другом. И одна большая причина в том, что вы разделяли других людей. Друзей, например. Я не знаю, почему нам нравится разделять друзей. Но очень часто счастье других людей нас делает несчастными. Странная штука. И выглядит так, что мир происходит по причине всех этих больших сил в мире. Но это все иллюзия, а все происходит из нас. Не думайте, что буддизм говорит, слушай, чашка нереальна, не существует ее. Нет, айфонов не существует. Не верь никому. Это не то, что говорит буддизм. Это не иллюзия. Да, вы можете взять, телефон, он существует. Если я стукну вас телефоном, то у вас будет синяк или волдырь. Он реален. Но он на самом деле происходит из вас. он происходит не так, как выглядит, не так, как кажется, что он происходит. кстати, 100 долларов тому, если Гешила хорошенько стукнет Гешила телефоном по голове, и у Гешила будет волдырь на голове, откуда произойдет этот волдырь? От телефона? Это вопрос на 100 долларов. Валдырь будет от телефона? Причина волдыря это телефон? Так, нет, а почему нет? Невозможно, чтобы этот волдырь произошел от телефона. Это от чего-то, что вы в прошлом сделали. Кажется, Да. Кажется, что очень просто и немного сумасшедшая идея. Но если я стукну себя телефоном по голове, и если возникнет волдырь, волдырь возник не от телефона. Телефон из моих семян. И то, что я двигаю телефон из моих семян. И волдырь из моих семян. Но волдырь нет телефона. И это сложно понять на самом деле. Если я стукну телефон телефоном в голову, и у меня получится на голове шишка. Телефон происходит из моих семян. И движение происходит из моих семян. Ну, и шишка происходит из моих семян. И нет связи между телефоном и шишкой. Понятно? Это не причина и следствие. Вы стукните телефоном по голове. Да. Гешла сегодня идет в университет, и Тим спросит, Тим, Гешла, что случилось? У вас шишка на голове? Я скажу, Тим, я стукнул голову, ударил себя телефоном по голове. И Тим скажет, ну, Гешла, шишка же не от телефона, это иллюзия. Шишка, семена создали телефон, семена создали движение, и семена создали шишку. Здесь нет связи между ними. Телефон не связан с движением удара, и не связан с шишкой. Они все трое не связаны между собой. Каждая из них происходит из разных семян. Это очень интересно, и это все иллюзия. Все, что вы пытаетесь сделать, чтобы быть счастливыми, все неверно, все абсолютно. Попробовать выпить сок арбуза для того, чтобы утолить жажду, это ошибка. Вам нужно дать его кому-то, поделиться с кем-то. Так, хорошо, Тим. Можем ли мы еще продолжить? Конечно. Пожалуйста, следи за временем. Да. Так, куда же они делись? Я хотел кого-то подсветить. Паулина и Шанти. Паулина Здравствуйте. Вау, посмотрите на Шанти. О, посмотрите на Шанти. Так, через две недели он будет уже больше тебя, наверное. Да. Прекрасный малыш. Спасибо. Надеюсь, что все хорошо. Я видел прекрасное фото. что-то. Да, история отца и сына. Прекрасно. Спасибо. У нас есть еще Шанти. Так, сейчас. Шанти в Гейнсвилле, Флорида. Так, у нас тут Шанти, Гейнсвилл, Флорида. Ну, стоп. Да, конечно, я сейчас... Да, да, если не хочешь читать, то выключай камеру. Нет, мы очень рады быть здесь. Итак, в общих чертах мы можем сказать, что если мы будем придерживаться твоей системы, ничто никогда не может умереть. И более конкретно, мы должны были бы сказать, что ничто никогда не могло бы родиться вообще. И теперь предположим, что существо удовольствия умирает и рождается как один из младших двоюродных братьев. Тогда, когда у него было тело и ум существа удовольствия, он смотрел на них и говорил, это я. Теперь, согласно твоей точки зрения, это вера в истинное существование не изменилось бы. И поэтому, если сейчас он смотрит на тело и ум младшего двоюродного брата и думает, это я, то тогда получается два это я, которые собрались в одном месте и в одно время. Конечно, ничего подобного невозможно. Но эта проблема, что так должно было бы быть, является неизбежным следствием этого твоего убеждения, что вещи могут существовать истинно. Так скажи мне тогда, что на самом деле произойдет, когда эти две вещи объединятся? Фу. О, вы выбрали непростой отрывок, непростой стих. Да, мне всегда нелегко это дается. Не, ничего страшного. если обычно мне сложно уснуть, и когда я не могу уснуть, я беру эту книгу и начинаю читать. И я сразу засыпаю. Это даже лучше, чем любое снотворное. Я просто открываю эту книгу и пытаюсь прочесть хоть страницу. Я помню, когда я был в монастыре и не мог уснуть, я брал эту книгу и пытался прочесть страницу. И она меня усыпляла моментально. Я думаю, в этой линии передачи, в этой традиции мы тренируем свой ум. И требуются годы для того, чтобы бороться с вещами, которые вы не понимаете. и есть шутка Цонкапа. Его комментарии довольно смешны. Комментарии к древним книгам. Потому что он всегда пропускает легкие отрывки. Он никогда не пишет о каких-то легких отрывках. Он сразу идет в глубину. Да, да, книга Цонкапы. Класс. Я очень горжусь этой книгой. Понадобилось 15 лет для перевода. И он всегда пропускает простые отрывки. И мы вот только что закончили первый продвинутый уровень DCI. Он о решении проблем, о том, как решать проблемы. И своего рода это дисциплина, что сначала ты охотишься на сложные проблемы и начинаешь получать удовольствие от них. и в этой книге, если ты что-то не понимаешь или засыпаешь от чего-то, от какой-то части, продолжай возвращаться, потому что там точно есть какая-то ценность для тебя. Если ты сразу все понял, ну, возможно, это не слишком ценно. А если требуется какое-то время, чтобы понимание пришло, тогда, вероятно, там есть ценность. Ангел говорит дьяволу, знаешь, если мы следуем твоей системе, что вещи происходят извне, тогда ничто не может умереть. И даже ничто не может родиться в принципе. И это значит, что ваша машина не может поломаться, и что вы не можете купить новую машину. Если машина не происходит из вас. И нужно поразмышлять об этом. Я повторю. Если ваша машина не происходит из вас, она никогда не поломается, вообще не может поломаться. А если она поломается, то вы никогда не сможете купить новую машину, если она не происходит из вас. Мои друзья Стэнли и Элисон купили новую машину на этой неделе. и сейчас у них новая машина. Но надо сказать, причина, по которой они завели новую машину, это то, что они были щедры с другими людьми в прошлом и помогали другим людям добраться туда, куда те хотели добраться. И я знаю, что они это делали. Именно поэтому они создали новую машину. Но если вы не понимаете семян и думаете, что можете купить новую машину, то вы сумасшедшие. Если вы думаете, что вы можете получить новую машину без того, чтобы помочь другим людям добраться, куда они хотят, то это сумасшествие. И это ангел говорит дьяволу. И теперь ангел говорит, давайте поговорим о новой машине, о том, после того, как ты умираешь. И сейчас она хочет снова направить диалог туда, откуда они начали, к девам, существам удовольствия. Это люди, которые совершали хорошие поступки по отношению к другим людям, но не понимали семян. У них просто была привычка. Или мама их научила совершать хорошие поступки, или церковь, но они на самом деле не понимали, что они делают. Они получат хорошие результаты. Хорошие прекрасные вещи будут с ними происходить. Например, когда они умрут, они могут отправиться в приятное место на какое-то время. И теперь он говорит, «А давай поговорим о тех людях, которые были добры по отношению к другим, но не понимали семян. Они просто совершали хорошие поступки. Их так научила мама, или их учитель сказал, что это хорошо, но они не понимали семян. У них будет временная хорошая жизнь, они сожгут все эти хорошие семена, и потом семян не останется, и они снова умрут. И тогда они родятся еще где-то в другом месте. И тут очень интересный момент. Она возвращается к тому, с чего она начала. Она возвращается туда, откуда начали. Она говорила, что на самом деле происходит, когда ты умираешь и отправляешься в другой иной мир. Что происходит? Это не то, что другой мир, другая реальность ждет тебя. Это не то, что ты отправляешь команду конструкторов в иной мир, они там все для тебя создают, а потом приглашают тебя. Нет, это не так. Следующий мир тоже происходит из тебя. И когда ты умираешь, новый мир происходит из тебя. Я не двигаюсь. Не перемещаюсь от одного мира к другому. Я просто замещаю последний мир следующим. И это очень интересно. Фактически, когда вы едете в магазин, чтобы купить продукты, вы никуда не едете, вы не двигаетесь. Ваш ум создает дорогу, ваш ум создает машину, ваш ум создает супермаркет, и то, что вы как будто двигаетесь из дома в машине в супермаркет. И это работает так же, как и смерть в конце жизни и перемещение в другой мир. Вы никуда не перемещаетесь в другой мир, в иной. Ваш ум создает иной мир, и вы входите в него, появляетесь в нем. И он говорит здесь, хорошо есть эти дэвы, которые живут очень-очень долго, потому что они создали много хороших семян, и потом семена заканчиваются, сгорают, потому что те люди не понимали семян, и они умирают, и они перемещаются в иной мир, но очень часто они падают на более низкий уровень, потому что они все хорошие свои семена израсходовали, и те, что остались, это уже не такие хорошие семена. Поэтому дэвы умирают и рождаются в мирах, где населенных врагами. Это, например, вы белый, и вы ненавидите темнокожих, например, как в Америке это было, и вы умираете как белый человек, и в следующий момент вы рождаетесь как темнокожий человек, и что тогда вы ненавидите себя, что тогда дальше происходит? Это также случается с дэвами. Или другой пример, ваша страна ненавидит другую страну, и вы умираете в своей стране, и рождаетесь заново в той стране, в другой. И что, вы теперь будете ненавидеть себя? Что происходит вообще? Как это все? И здесь есть вопрос. Ну, не знаю, давайте представим, что вы умерли в Перу и родились заново в Аргентине. Ладно? Да? Да, давайте вы как будто умерли в Перу и снова родились в Аргентине. И на самом деле это означает, что ваши семена 50 лет раскрывались в 60-70 в Перу, потом семена изменились. И теперь семена производят Аргентину. И мы говорим, что вы умерли и потом переродились. Но вы ничего не делали. Это просто новые семена создают новую страну. И в этом примере ваши новые семена создают семена страны, которую вы ненавидите. Это последние ваши семена. И это часто происходит. Люди умирают, живут в одной стране всю жизнь. они учатся ненавидеть людей, живущих в других странах. И потому что они все время думают об этих людях, которых ненавидят в другой стране, то когда они рождаются в следующий раз, они рождаются именно в этой стране. И теперь вопрос. Что теперь вам себя ненавидеть или любить? вы умерли в одной стране, вы родились в той стране, которую ненавидели. И кто из вас вы? Вообще сколько вас существует? И она говорит, слушай, тут сложно все. Если верить твоей тактике, то должно быть два меня теперь. Почему? Один я реальный, я в Перу реальный, не происходит из меня, из семян, а я в Аргентине тоже реальный, не происходит из семян. И сейчас, наверное, ты — это два человека. Если вы не верите в будущие жизни, если вы не верите в прошлые жизни, если вы думаете и рассуждаете нелогично, то вы можете родиться один раз, но не более того. Если вы думаете нелогично, ошибка в том, чтобы родиться один раз, а не два, тогда есть только один я. Но если ваши семена создают еще одного вас, то кто из вас вы, которые из них вы. И вам не нужно верить в прошлые жизни или будущие, и вообще забудьте о них. Просто забудьте. Не волнуйтесь об этом. Гешила, я не принимаю будущих жизней. Ничего страшного. А вы принимаете завтра. Вы верите в то, что вы будете здесь завтра, да? А этот человек откуда вообще происходит? Гешила. Ну, человек завтра происходит из человека сегодня. Тот человек завтрашний происходит из сегодняшнего человека. И мы говорим, почему он происходит из семян? А что, если человек сегодня происходит из семян, а человек завтра тоже происходит из семян? Что, если семена изменяются, и сегодняшний человек становится завтрашним человеком? Что, если это работает вот так? Если это так не работает, тогда один человек существует сегодня, а другой существует завтра. И кто из них вы? Кто из этих людей вы, если это не семена? Если семена не производятся сегодня, и если семена не производятся завтра, и если сегодняшний «я» — это реальный «я», не происходящий из семян, а завтрашний «я», реальный «я», не происходящий из семян, то какой «я» — «я»? Сегодня «я» или завтра «я»? И кто из них «я» вообще? И мы говорим, ты можешь двигаться из сегодня-завтра. Когда семена меняются, когда семена создают завтра, то семена из вчера заканчиваются, тогда вы переходите из сегодня-завтра. Нет никакого другого человека. Именно так вы переходите из сегодня-завтра. Вы можете сказать… Ну, не знаю. После того, как я закончу это выступление, мне нужно ехать в колледж. Это примерно 45 минут езды на машине. В соответствии с этой идеей, мои семена создали мой дом. И мои семена создали Майкла, который находится в доме. И эти семена заканчиваются. И тогда новые семена создают автомобиль. И новые семена создают дорогу. И тогда новые семена создают колледж. И новые семена создают Майкла, сидящего в колледже. И тогда вот так Майкл попадает в колледж. Майкл не садится в машину и не едет машиной в колледж. 15 или 30 минут. Такого Майкла нет. Семена создают Майкла дома. Семена создают Майкла в машине. И семена создают Майкла в колледже. Именно так семена создают Майкла в колледже. Нет никакого процесса движения. Хорошо. Я думаю, что мы уже не будем читать дальше, потому что следующий стих реально депрессивный, он о зависти и ревности. Я думаю, нам нужно остановиться на хорошем стихе. Ребята, есть у вас вопросы? Да, у нас есть вопросы. Гешила, несколько людей задали этот вопрос в разных формах. Я подведу итог. Итак, у меня есть мои собственные семена, и все происходит из меня. И есть другие люди, у которых тоже есть их собственные семена. И у них есть свои переживания, они страдают своим собственным образом. И выглядит так, что их опыт отделен от моего. И потом мы говорим, «О, это же тоже происходит из меня». Как мы можем поразмышлять об этом? Потому что кажется, что у людей есть свои собственные, какие-то абсолютно другие семена. Как нам поразмышлять об этом? Мне уже 69 лет. Классный вопрос. Я задаюсь этими вопросами уже 50 лет, и поэтому преподаю. Все эти вопросы были у меня раньше. И это классный вопрос. И он непростой. И я тоже много размышлял. Я думаю, что мне повезло. Я не родился буддистом, и я не родился в буддийской стране. И я знаю. И буддизм не происходит от моих родителей, или от страны, или от культуры. Он происходит от моих учителей и от великих книг. И у меня все те же вопросы, что вы задаете, были. Они были у меня. Все то же самое. И очень много лет мне приходилось добывать ответы, размышлять. И по поводу этого вопроса. Мне нравится представлять это большим пузырем. Мои семена создают... Прямо сейчас я вижу перед собой небо, горы. Сейчас я вам покажу. Ну, в любом случае, вы знаете, я живу в горах, и я вижу прекрасную пустыню и гору, и синее небо. И это мой пузырь. Он происходит из моих семян. У вас есть свой собственный пузырь. У вас есть пузырь во Флориде. И он создает Флориду вокруг вас. Да, привет, Флорида. Флоридский пузырь. О, я бы хотел у вас одолжить океан. То есть у меня вот мой пустынный пузырь. И мне нравится считать, что у меня как будто есть шлем. Не так давно я читал об известном русском космонавте Юрии Гагарине. И его шлем, первый космический шлем из Советского Союза. Большой шлем. И я подумал, о, классная штука. Русские ученые изобрели классную штуку, этот шлем. И люди все еще используют его. То ваши семена, раскрывающиеся, создают ваш собственный шлем, космический шлем. Такую виртуальную реальность. И иногда вы можете говорить с другим человеком, и тогда ваши шлемы соприкасаются. Ваш пузырь соприкасается с моим. И там, где они соприкасаются, у нас происходит диалог. Ваши семена создают какие-то слова, и мои семена создают какие-то слова. И у нас происходит общение. А общение означает, что ваши семена создают слова. И мои семена. А мои семена создают звуки, чтобы слышать ваши слова в то же время. Наши шлемы, наши вот эти пузыри соприкасаются. И тогда Гешла может говорить в Zoom, и вы можете задавать вопросы в Zoom. Можно представить это таким образом. И это на самом деле довольно правильно. Есть одна прекрасная духовная практика, которую вы можете выполнять. Это древняя традиция. для того, чтобы попытаться понять, что, возможно, люди вокруг вас живут в совершенно других пузырях одновременно с вами. нужно подумать, что на самом деле вы не знаете. Вы можете сидеть рядом с человеком, наслаждаться завтраком вместе, но вы на самом деле не знаете, как они проживают этот мир. И есть традиция выполнять особую медитацию в дневное время и просто представлять, что те другие люди уже полностью очистили свои семена. люди вокруг вас видят рай. Вы видите обычную жизнь. Возможно, человек рядом с вами носит другой совершенно шлем, другой пузырь. и очень возможно. Должны быть люди в мире. Эти учения выжили две с половиной тысячи лет. Это сто поколений. Книжка, которую закончили переводить «Смешанные орешки», есть сто поколений. Две с половиной тысячи лет. Люди не хранят книги. Люди не передают книги другим поколениям, если они не работают. Те книги, что не работали, уже исчезли. Уже их уже смыло. Они умерли. А эти книги выжили. И вот маленькая Джина. Джина сделала эту сутру алмазного огранщика. Она вмещается в ладонь. Если эта книга выжила две с половиной тысячи лет. то значит, она кому-то помогла. И помогает. И кто-то продолжает переводить. И кто-то снова опубликовал и издал эту книгу. И сделали электронную книгу снова. Если эти книги выживают в мире в течение двух с половиной тысяч лет, то должно быть, кому-то эти книги помогли. Скорее всего, есть люди в мире, кто уже пребывает в раю. Их семена уже производят и воспроизводят снова и снова рай. должны быть такие люди. И их пузырь должен отличаться от нашего. Кто-то спросил моего учителя, я помню, это было в Нью-Йорке, на улице Бакдугал, я помню название. И кто-то спросил моего учителя, когда-нибудь случается, что мы все вместе создаем идеальные семена одновременно? Это вообще возможно? Или это случится в будущем? Что все в шлемах одинаковых, и мы все проживаем в одном идеальном мире? И он сказал, да, это называется мандала. мандала. Да, это идеальный мир. Когда вы... Это подношение мандалу, которое вы выполняете. И это значит, что в какой-то момент все шлемы станут одинаковыми, и мы все увидим друг друга Буддами. И никогда не забуду последние слова, которые он сказал. он сказал, а что происходит? А что потом происходит? И мы сказали, мы не знаем, Ринпоче, он сказал, а как вы думаете? И мы все такие, мы не знаем. И он сказал, а, буддисты, они просто уходят на пенсию. Да, вы все, вы попадаете в ваш рай, я попадаю в мой рай, мы создаем общий рай все вместе. И он сказал, что вы думаете, все идут на пенсию? И мы сказали, ну, немножко странно звучит, если мы все на пенсию отправляемся. Он сказал, да, да, все верно, они просто наслаждаются и все время наслаждаются и радуются. Когда они уходят на пенсию, в будущем они веселятся, наслаждаются и живут в раю. восьмой восьмой восьмой